Всем здравствуйте! Давайте, что будем смотреть? Будем вместе, вместе с тарологом, ясновидящим, психологом, будем вместе трактовать для вас следующий расклад. Он называется... Что у вас говорят за вашей спиной? Что говорят за вашей спиной. Итак, просто ничего не делайте, сконцентрируйтесь. Обязательно этому видео поставьте лайк, дань благодарности. Итак, уже расклад начинается. Добро пожаловать. Смотрим вместе. Что же говорят за вашей спиной? Слушаем. Что вы достаточно сильный человек, упрямый, но очень такой, правильный. То, что у вас по жизни вам приходится тащить свой крест, и он достаточно тяжелый, но, как говорится, Господь не дает креста не по силам. И они говорят, что вы недавно испытали какую-то боль, но эта боль как бы скоро пройдет, и у вас все наладится. Так, интересно, интересно. То есть первая карта – это у нас король. За вашей спиной говорят, что вы сильный человек, да? Десятка, что это такое, жезла? Это ваш крест, вы идете правильной дорогой, это ваш крест. То есть никто, получается, не осуждает. То есть идет человек правильной дорогой. И девятка от мечей. То есть настрадалась, что ли? Да, да, уже человек настрадался. И скоро ему придет как бы помощь от высших сил. То есть надо немножко дождаться. Вот. Это так думают о вас окружающие. Давайте теперь зададим конкретный вопрос. Уважаемые слушатели, теперь в голове, вот как я, представьте человека. Ну, наверное, это любимого человека. Вы тоже представьте. Любимого человека. И мы сейчас зададим вопрос. Что он думает обо мне? Итак, быстренько вспоминайте свое имя, если не забыли этого человека. И все-все, уже начинаете. Все можно. Теперь уже. Итак, ой, интересная какая карта пошла. Так, кто вы? Ну, что я могу сказать? То, что этот человек, он младше вас, он принесет вам в ближайшем будущем, будет у вас с ним встреча, и он исполнит ваши желания. В данный момент этот человек строит планы совместные с вами. Пока только сам строит, чтобы прийти с каким-то предложением. Как интересно. И в конечном счете, как бы он это предложение представит на ваш суд. И вам придется его обсуждать вместе с ним. Ну, смотрите, девочки, мальчики, для того, чтобы это сбылось, а я вижу, что вы прям захотели, чтобы так именно было. Нужно обязательно лайк поставить, прокомментировать, что согласны. Даже я возьму, сейчас напишу, когда что согласен. Вы тоже советую вам написать. И, ну что, ждем тогда предложения от какого-то человека, которого, в принципе, он как-то вот рыбка трех желаний. Да, вот первая Паша. Он прям исполняет наши желания, то есть мечты. То есть очень хороший человек думает о вас очень хорошо. Давайте, какой же каверзный. Что обо мне думают враги? Да, в общем. Итак, все быстренько вспомнили своих врагов. Что обо мне думают враги? Я не буду смотреть, вы вообще смотрите. У меня нет врагов, как выяснилось. О, смотри, потрясающе, да? Вышло два. Она была мне тогда тоже. Итак. Могу сказать, что, хотя как бы у вас есть какие-то враги, но в данный момент они считают, что вы прекрасный семьянин, что у вас все хорошо в семье, и с детьми, и вообще с близкими людьми. Да, полная чаша жизни. И вы достаточно такой человек. Ну, лидерство. Да, лидерство, да. Не сломать. Вот такой жезл, который не ломается. То есть, как бы на него не нападали, человек выстоит. То есть, враги, получается, тоже думают хорошо. Да? Да, да. С уважением. Да. Либо хочется сказать, что врагов нет у вас. Ну, как бы у всех есть какие-то люди, которые, по крайней мере, завидуют. Ну, значит, они завидуют тому, что у тебя все хорошо. Да, да. Ну, отлично. Так, еще что обо мне думают за спиной, да? Что мы тогда можем здесь еще добавить? Не знаю. Я думаю, что все, по-моему. Ну, в принципе, на вопрос же мы ответили. Что обо мне думают. Ответили. Я тоже почему-то не вижу, что там дальше надо продолжать. Мы и так уже взяли три варианта ответа. На этом все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.